Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия болонских удилищ от компании Колмик. Серия называется 7K S21. Это новинка на российском рыболовном рынке. Это продолжение из всем известной серии 7K, но улучшенное. Удилища имеют тест 20 грамм. Выпускаются в длинах 5, 6 и 7 метров. К сожалению, семерок сегодня у меня на обзоре нет, но я про них расскажу. Значит, выполнен бланк из высокомодульного карбона. Конкретно модульность угля здесь не указана, не указывает производитель. Ну, поверьте на мой опыт, она где-то порядка 40 тонн. Значит, удилища практически пред топ, да, у этой серии пред фьюмом, в общем-то. По ощущениям в руках удочка мне очень нравится. Прекрасный баланс, облегченные кольца стоят, кольца сигает с такими вставками, которые не пилятся и которые действительно не вылетают практически. То есть у нас вот на, даже в сервис-центры ни разу не приходили такие кольца с вылетевшими вставками. Значит, как и у всех топов отдельно в пакетике, имейте в виду, это не брак, а то некоторые непонимающие начинают задавать вопросы, что вы мне там подсунули, да, почему у меня баллонка, не наклеены кольца. В общем, у всех топовых удочек кольца идут в пакетике в комплекте. Что сюда и входит? Это два разгрузочных кольца и тюльпан. Все это хозяйство ставится вот на этот хлыстик. Сначала не забывайте, просто одевается два разгрузочных кольца, не перепутайте их по диаметру, потолще, понише, да, соответственно, поменьше, диаметр повыше. И дальше на клей секунда, желательно водостойкий, но в принципе обычный подойдет, крепится сюда тюльпан. Все замечательно по силам сделать любому человеку, никаких проблем в этом не составляет, зато у вас в руках будет действительно классное баллонское удилище от итальянского производителя, который, в общем-то, известен на весь мир и славится своим качеством и характеристиками его продукции. Значит, по катушкодержателю, так как удочки нам продавать, скажем так, я не стал снимать отсюда пленку, потому что потом человек скажет, что вы мне продаете. Но я скажу про катушкодержатель, что это стандартный калмыцкий катушкодержатель, который здесь стоит. То есть, это ничего здесь оригинального нет, это хорошая сталь, хороший лепесточек-бабочка, да, сюда встает катушка-то там двухтысячная, трехтысячная, четырехтысячная, никаких проблем нет. Это уравновешивает пятерку катушки 3000 по шамана, это оптимально, на шестерку и семерку я лично ставлю четырехтысячные по шамана, наски, например, как вариант с Сахара и так далее. То есть, они хорошо работают на баллонках, по большому счету катушка на баллонках нужна для хранения лески, но это отдельная тема, главное, что фрикцион хорошо работал. Значит, кольца друг на друге не лежат за счет такой внутренней вставки. Здесь, если отключить колпачочек, здесь будет неопреновая такая вставка, которая позволяет, соответственно, кольцам не ложиться друг на друга. Строй у удилищ средний-быстрый, работают они в рамках теста, я их уже испытывал зимой на Москварике, как и, в общем-то, другую серию, Алексу. По граммовке, в принципе, то же самое, то есть, мне эта серия понравилась тем, что у нее прекрасный баланс, то есть, очень легко удочки лежат в руках и даже держат порывистый боковой ветер. По граммам от 8 до 22, это вот их диапазон, да, на жесткой придержке, она хорошо держит, морда, как говорят, не изгибается, не подергивает при ветре, то есть, все здесь хорошо. Вот выбирайте в рамках теста. Что еще, чуть не забыл сказать, крайне важный момент, которым многим нравится. Все колена пронумерованы. Это такая линия джонт называется у них. У меня с английским не очень, но, в общем-то, суть в том, что на заводах я бывал, я понимаю, для чего это сделано. Да, и, в общем-то, для получения идеально нужного строя, который необходим. То есть, здесь стрелочками указаны и нумерации колен, и как вы их, соответственно, соединяете одну с другим. Дальше, третье колено и далее, четвертое, идет с такой усиливающей нитью. То есть, это нам говорит о том, что удилище может применяться для ловли достаточно крупной и сильной рыбы, и даже, в том числе, на хорошем течении. Поэтому я лично вот с 7K первым ловил еще осенью форель, никаких проблем не испытывал. S21 я вижу, что не хуже в этом отношении, поэтому смело можно ее заявлять как удилище универсальное, и для стоячей воды, и для ловли там мелкокарпа на карповниках каких-то небольших, да, форельки и так далее. То есть, кто этим любит заниматься, пожалуйста, вот эта палочка, она прекрасно сгодится, но, естественно, на всякий случай, имейте в виду, что рыбку нужно принимать в подсак. По запчастям все интересуются, с учетом вот последних сегодняшних тенденций, что происходит в России, да, то запчасти пока на данный момент, они есть. Если даже заломаете вам, они достанутся в период действия акции абсолютно бесплатно. Если у нас покупаете удилище, точно так же мы даем бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы всех удилищ, купленных у нас. Значит, давайте взвесим. Сколько у нас весит пятерка? Пятерка у нас весит 240 грамм. Шестерка. Шестерка у нас весит 327 грамм. Значит, диаметр комля, давайте я буду мерить под катушкой держателем сразу же. У шестерки 24, у пятерки 21. Ну, очень перекликается с моделью Алекса, просто вот имейте в виду. Значит, колпачок пластиковый, жесткий, куда, соответственно, по вот этой красной ленте входят все кольца, чтобы они в рядочек стояли. Он хорошо защищает, и даже вот я руками не могу его продавить. Вот жесткий, хороший колпак. Давайте теперь разберем их и посмотрим строй. Итак, разложили. Значит, сразу фактическую длину вам называю. Как известно, в практически все 99% производителей фактическая длина удилищ меньше, чем заявлено, имейте в виду. Просто одни совсем грешат этим, делают на полметра, другие все-таки мало-мальски нормально, там минус 15 сантиметров, это считается абсолютно нормальным. Значит, пятерка 478 фактическая, шестерка 574 и семерка 675. Но семерки здесь нет, просто я ее мерил. Значит, смотрите, построю, вот я специально руку показываю свою. Вот она пятерочка, очень тонкая, легкая, элегантная пятерка. Вот, трясуй. Сейчас, секунду. Все, давайте нагрузим. Ну, приятная очень парабола, очень приятная парабола. Удочка будет отлично амортизировать крупную рыбу, даже если с ней ходить из течения. Соответственно, уже я вам на своем опыте, я их протестировал, говорю, что держит течение, она от них отлично. Значит, шестерочка. Здесь комлик чуть-чуть потолще. Ну, удочка чуть-чуть помягче, немножечко совсем, но все равно, смотрите, вот в камеру показываю, носом она не клюет. Прямая линия, облегченные кольца, усиленные колена, все кроме верхних. Видите, вот такая обмотка. Ну, давайте нагрузим. Ну, точность такая же парабола. Ну, достаточно. Очень, кстати, сильно я ее вверх тащу. Сломаем, не сломаем. Сейчас еще сильнее попробую. Выдержало. Друзья мои, ну вот мы все разобрали, посмотрели. Я думаю, что представление уже какое-то имеете, поэтому обязательно заказывайте в Мультифиш, будут бесплатные запчасти. В период действия акции гарантия бессрочная на заводской брак. Ну и, как вы сами понимаете, обязательно подписывайтесь на социальные сети. Для меня крайне важно, чтобы были подписаны на Телеграм-канал, Ютьюб и Вконтакте. Ну, чуть менее важно, но тоже важно, да, это Инстаграм, Фейсбук и Рутьюб. Забыл сказать про транспортную длину. Давайте я сейчас измерю. У нас 137 сантиметров транспортная длина. Ну и, как обычно, в конце чехла. Чехольчики такие достаточно простые, но приятные на цвет, да, глазу. Вот, никаких липучек тут нет, просто обычные завязки, материал синтетика, соответственно, запахи не впитывают. Ну, в общем, скорее всего, по качеству чехол хороший, но, как правило, такие чехольчики особо долго не служат. Вот, но если только с ними аккуратно обращаться, особо часто их там в тубусе не как-то там не шоркать, вот. Но обязательно, желательно, перевозить все-таки удилище в тубусе. В общем-то, наверное, все. Всего вам доброго, до новых встреч. И обязательно подписывайтесь на социальные странички магазина Multifish в социальных сетях, да, и покупайте только у нас. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...